Привет, меня зовут Сергей, ты на канале Интересные Гитары, и сейчас тебе расскажу один небольшой интересный факт. Обрати внимание, что в гитарном мире всё, что продавалось для студентов, для школьников, всё это стало культурой, всё это стало очень дорогим. Например, Fender Telecasting, или вот этот Gibson Les Paul Junior, тоже гитара для детей, можно сказать, для тех, у кого не так много денег. Ну и Dan Electro. Сейчас будет небольшой спойлер, я поиграл на этой гитаре, и это просто офигенно. В чём фишка, в чём особенность? Если ты играл на Gibson SP-90, на классическом каком-нибудь Stratocaster, на телекастере, и тебе кажется, что ты попробовал всё, то ты ошибаешься. Ну и да, ты можешь заметить за моей спиной множество гитар с синглами, это всё бутафория и обман. Почему? Потому что главный герой сегодня вот эта гитара Dan Electro. Мы её, конечно же, должны сравнить по звуку со Stratocaster, но этот Stratocaster участвовать не будет. В тесте будет Fender American Deluxe, он не мой, поэтому придётся идти на студию и записывать его там. Кроме того, должен поучаствовать Gibson с P-90, любой в принципе. Но тоже вот этот Gibson не вошёл, вот этот Gibson тоже не поучаствует, и поучаствует... Сейчас я распечатаю. Вот этот прекрасный Gibson Melody Maker с классическими P-90. Вот такая история. Короче, мы сегодня сравним эту гитару со всеми другими гитарами с синглами, которые я смог найти. Разберём её, соберём, посмотрим, что там внутри, сделаем небольшой апгрейд. Ну и будет интересно, заваривай себе там чай, доширак, что-то обычно в таких случаях завариваешь. И мы начинаем. Ты знаешь, самая главная особенность этой гитары в том, что в ней совсем нет каких-то стандартных деталей. В ней нестандартные ручки потенциометров, нестандартный корпус, нестандартные материалы, нестандартные звукосниматели. В ней какой-то странный бридж с деревянным порожком. В общем, гитара... Она полностью ломает философию гитаризма. То есть это как если бы выпустили гитару Урал, и она бы захватила весь мир. Ну, захватила в хорошем смысле. Своим хорошим звуком, интересным дизайном и вообще нестандартными решениями. Вот это данный лектор. Когда-то в обзоре на гитару Ibanez PGM-30 я сказал следующее. С розовыми F'ами, и сразу же предвосхищая твой вопрос, это не наклейки. И скорее всего, если ты не видел данный лектор вживую, то ты удивишься так же, как и я, когда я это увидел. На этой гитаре наклейки есть. Вот оно, вот эта черная полоска, которая немножко отклеивается. Это и есть наклейка. Причем такое ощущение, будто это даже не кожзам какой-то, а будто бы это какие-то обои. Вот есть флизелиновые обои, есть такие немножко прорезиненные. Вот здесь такая наклейка по всему корпусу сделана. И, блин, это странно. Давай послушаем это все. Ну вот, и ты можешь видеть, как я переключаю звукосниматели. Все положения звукоснимателей звучат с разной громкости. На данный момент ты слышишь нег, и вот что из этого выяснили. Послушай удары по шестой струне. Гитара обладает какой-то своей атакой. То есть такое ощущение, будто каждый удар одновременно глухой и звонкий. Такой необычный звук, я бы сказал. Возможно, есть что-то от телекастера. Но тут я не буду себя закапывать. Я не являюсь экспертом в телекастерах. Так что если у тебя телекастер, то напиши, похоже или нет. А мы продолжаем про данный лект. И тут ты сразу же можешь видеть нестандартное решение. Порожек прикручен саморезом прямо к накладке. И сам порожек металлический, из какого-то белого металла. Ну и я предлагаю попереключать звукосниматели и послушать, какие звуки это дает. И сейчас мы начнем слушать бриджевый звукосниматель. Обрати внимание, какой тихий звук. Ну вот, в неке звука стало больше. И в среднем положении, когда работают два звукоснимателя, мы уже слышим такой довольно-таки большой звук, который как бы не убирается в нашу сегодняшнюю реальность. И довольно интересная атака. То есть она, гитара не звенит. Гитара именно в каком-то среднечастотном диапазоне именно бьет в момент удара по струне. И мне нравится этот звук. Если кто-то спросит, то я бы сказал, что похоже на телекастер. Но не воспринимай всерьез, потому что, ну, уже говоришь, если думаешь о телекастере, то посмотри хотя бы в сторону данной лектора. Послушай ее хотя бы один раз. Ну вот он, момент истины. Нам же всем интересно, что там под пикгардом. Но оказывается, что интересен сам пикгард. Что ты видишь, когда смотришь на него? Скорее всего, ты думаешь, что это пластмассовая штука, как обычно на фендере стритокастере, как на сквайре. Но, когда я ее снял, оказалось, что это херня из какого-то картона или МДФа. Что-то околодеревянное такое, знаешь. Явно то, что в прошлой жизни было деревом. И сначала я подумал, блин, вот это они, конечно, экономят. А потом задумался, не такая уж это экономия. Так что звук здесь, благодаря пикгарду, гораздо лучше, чем на фендере стритокастере. Вот так. Причем, что интересно, за пикгардом электроника распаяна вот на такой железной штуке. Ты знаешь, в целом, разбирая эту гитару, не создается впечатление о какой-то дешевой вещи. Наоборот, каждый элемент в этой гитаре уникален. И многие вещи можно было сделать гораздо дешевле и проще. Но настоящий сюрприз меня ждал вот здесь. Двухэтажные потенциометры и абсолютно нестандартная распайка. Прям полная противоположность Лесполам, Стратокастерам, Суперстратам и всему вот этому прочему. Полная противоположность пятипозиционным и трехпозиционным переключателям. Нет, здесь, конечно, тоже есть переключатель, но он работает по другому принципу. Причем вот эти двухэтажные потенциометры, они тоже нестандартные. На одном из этажей у нас присутствует потенциометр на 100 кОм. В гитарах, ну, обычно такого нет. Обычно 250 или 500 кОм. А на другом этаже у нас 1 мегаом, то есть 1 тысяча Ом. Блин, даже потенциометры нестандартные. В этой гитаре нестандартно все. Причем, братья внимание, нет ни одного чрезмерно длинного провода, того, что встречается, например, на шектерах или на других каких-то корейских или индонезийских гитарах. Да, гитары Дан Электро делали, кстати, как и шектера в Корее и в Китае. Я вот не могу сказать, вносят ли какие-то коррективы вот именно такая распайка в звук этой гитары. Но что точно я могу сказать, что здесь слишком много напаяно. Понимаешь, распайка, например, Лас Пола вообще выглядит очень элегантной и минималистичной по сравнению с тем, что напаяно здесь. Очень много проводов, которые идут непонятно куда. То есть провода ровно той длины, которой они должны были быть. Но, блин, зачем их столько-то? То есть можно было это сделать как-то проще. То, что ты сейчас слышишь, это тон, выкрученный на ноль. Одна из немногих гитар, в которой крутивочка тона работает приятно. Ладно, настал час икс, посмотреть, как выглядят звукосниматели на этой гитаре. Крепятся они совсем не так, как обычно. Сейчас мы выкручиваем как раз те винты, которые держат звукосниматели. Крепятся с обратной стороны корпуса. Поэтому поставить вот такой липстик, например, на телекастер или на стартокастер, можно, если ты купишь его для стартокастера или телекастера, не для данной лектора. Здесь же вот такая ситуация. Барабанная дробь. Вот оно. Кстати, говорят, что первые вот эти вот звукосниматели липстик как раз были сделаны в корпусе из-под губной помады. Ну, то есть это был настоящий корпус губной помады, видимо, жены производителя этих гитар. Звук у них действительно особый, не слишком яркий, не ядовитый, и это прикольно. Ну, хотя бриджевый такой, немного кусающийся, но эта яркость не та, которая режет уши. То есть на некоторых гитарах... А, ладно. Пофигу, говорил это уже не раз. Вообще, на самом деле, я не знаю, что это за модель гитары, я не знаю, какого она года. Нет, я знаю, что это DC5059 там, по-моему. Но сам факт, что я не могу найти никакого каталога, где бы я увидел, что вот именно такого цвета, именно в таком году, именно на таком заводе, именно в такой стране выпускалась вот эта гитара Dan Electro. Это прям целая проблема. Если ты как-то разбираешься, то, блин, напиши, пожалуйста, в комментариях. А сейчас мы посмотрим, что нам оставили, друзья, корейцы или китайцы в кармане грифа. Есть ли там какие-нибудь инициалы, надписи и серийные номера. Серийных номеров у этой гитары тоже нет. То есть типа гитара и все, никакого серийного номера. Получите и распишитесь. Ну да, и в кармане грифа тоже ничего нет, никаких надписей. То есть типа гитара тебе нужна, чтобы играть чувака, не для того, чтобы серийные номера разглядывать. Зачем тебе знать, какая у тебя модель и где произведена твоя гитара? У тебя Dan Electro. Радуйся. Гриф-то, кстати, деревянный, полностью классический, скорее всего, кленовый. И анкер расположенный в самом неудобном месте. Конечно, можно сделать пропил на этой гитаре, но это будет крайне некрасиво. Ну, пропил в деке, чтобы можно было анкер крутить прямо, не снимая гриф. А так, чтобы покрутить анкер, будьте добры, снять гриф, а потом поставить его на место. Вот они потенциометры с зеленым, самым простым конденсатором, который я поменял на свой прекрасный Orange Drop. Не знаю зачем, просто так. На самом деле перепаивал эту гитару лишь по одной причине, потому что нашел отвалившийся провод. Так-то она работала, несмотря даже на отвалившийся провод. Но я все-таки решил поменять провода в этой гитаре на прекрасную луженую медную проволоку, которой я сейчас распаиваю все гитары. Вот так. Так, короче, бессмысленный и беспощадный апгрейд или просто ремонт. Не знаю, но я, как и всегда, у меня, короче, был стрим, на котором я это все делал. И я сейчас вставлю тебе лишь фотографию результата. Если я вспомню об этом на монтаже. А я должен об этом вспомнить на монтаже. Серега, фотку вставь! Я не знаю, есть ли смысл говорить о плюсах этой гитары. Плюс это огромное множество артистов, которые на этой гитаре играли. Если хочешь, то можешь сам погуглить и увидеть, что там Джимми Пейдж и многие-многие другие. Я, честно сказать, не залазил в Википедию для того, чтобы снять этот ролик. Но если хочешь, то я тебе где-нибудь в новостях ВКонтакте скину. Кстати, подписывайся на группу ВКонтакте, первая ссылка в описании. Там ты можешь посмотреть, какие гитары я продаю. Ну и я делюсь там всякими небольшими новостями. Телеграм просто как-то отвалился, а вот группа ВКонтакте вполне ничего, вполне работает. Мне нравится, во всяком случае, вести контакт. Это не так печально и грустно, как Телеграм. Да, я немного отвлекся, мы говорили про плюсы этой гитары, и я, в принципе, все уже описал. У нее свой звук, свой внешний вид, свои детали. То есть, в принципе, если взять какой-нибудь Лес Пол или Стратокастера, сравнить с этой гитарой, то у них одинаковое только одно – палисандр на накладке и лады из железа. То есть, вообще, полностью другая философия. Эта гитара сделана то ли из фанеры, то ли из МДФ. В общем, короче, она не деревянная. Она, ну как, про гитары Дан Электро в русскоязычном пространстве, в русскоязычном интернете, говорят, что это гитара из мусора. Это из-за того, что у нее нет вот этого вот махагонового корпуса, который дает весь звук. Но звук-то в этой гитаре есть, типа, охеренно, просто прекрасно. И, в принципе, это нам показывает, что от цены гитары, от цены дерева, которое в нее вложили, которое в ней использовали, по сути, ничего не зависит. Короче, на мой взгляд, это такой глоток свежего воздуха. Произведение гитарного искусства, если хочешь. Единственное, кстати, что ее роднит действительно с стратокастером, это болченый гриф. И вот это вот, я не знаю, почему они так сделали, именно такую пятку. То есть, типа, пятка квадратная с стратокастером. Наверное, это часть дизайна. В принципе, ведь гитара такая, она за простоту, типа. Чем проще, тем лучше. Да, гитара полая. Сейчас мы заглянем. Я постараюсь затолкать камеру телефона прямо во внутрь гитары, чтобы ты увидел, что это, как это называется, semi-hello. Полуакустическая гитара. Довольно громко звучит. Блин, я рад, короче, когда вот такую гитару удается мне потрогать. То есть, когда я нахожу действительно что-то новое. В принципе, если раньше я говорил, что мне нужен в коллекции обязательно стратокастер, то сейчас это почетное место занимает дан электро. И да, я должен сказать спасибо людям, которые поддержали выход этого ролика. Это Мерген Николаевич, Сергей Леонидович. Это люди, которые поддержали мой канал материально. Спасибо вам большое. Вы настоящие, ну, хочется сказать, друзья канала. Ну, так и есть, на самом деле, друзья канала. Почему нет? И если ты хочешь меня как-то замотивировать или поддержать выход следующего ролика, то не сдерживай себя, потому что, ну, ты знаешь, какая я ситуация. И, честно сказать, снимать действительно становится, ну, морально просто тяжело. Короче, всем, кто поддерживает мой канал комментариями, лайками или материально, большое спасибо. Эти видео выходят, по сути, только благодаря тому, что вы есть. Пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, че, если кто-нибудь остался, разговорчики после титров. Я же не включил тебе сравнение с Стратокастером и ЛС Полом. Так вот, сейчас я это и исправлю. Звук пойдет через плагин NeuralDSP. Возможно, я включу где-то DI, но я подпишу, что это DI. Ну и давай послушаем. Так-то мы послушали гитары, которые были в Киеве. Стоят, ну, скажем так, мягко говоря, по-разному. Ну и че, типа, данная электро была хуже или лучше? Давай еще раз послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, короче говоря, когда-то давным-давно я учился в школе. И я сначала сдавал экзамены в пятом классе. Почему-то никто их не сдавал, я сдавал. Потом случилось ЕГЭ в девятом классе. То есть я попал в первую волну с ЕГЭ девятиклассников. Потом я сдавал ЕГЭ в одиннадцатом классе. Потом случилась реформа вооруженных сил. Институт, в котором я учился, закрыли. Мне пришлось переводиться. Потом случился коронавирус. Но это, скажем так, сильно позже. Я пропускаю большой этап своей жизни. Случился коронавирус. Знаешь, если бы мне лет десять назад сказали, что будет чума, и люди будут прятаться по домам, чтобы не заразиться какой-то новой болезнью, я бы, наверное, смеялся и лежал бы на полу, держался бы с живот. Ну вот. Ну а теперь еще вся вот эта, которая происходит сейчас. Еще и миграция к тому же. Короче, к чему я это говорю? Помимо того, что мне кажется, что надо мной встает какой-то эксперимент, еще неизвестно, что завтра будет. То, что тебе вчера казалось абсурдным, сегодня уже реальность. Может быть, сегодня последний день. А ты до сих пор себе не купил гитару, которую хотел Фендер Сертокайстер, например. Время пришло. Ладно. До скорых встреч. Куда ты пошел? Я пошел на самую лучшую гитару, которую всех сделает. Ну или от ЕГЭ. Не знаю, какой канал-то, 18+, или не 18+. Да, сейчас миницизации нет, сейчас можно все что угодно говорить. Вот она, убийца Стратокайстеров и Гибсонов Лосполов. Гелендвайденов. Да. Давай. Первая хуйня, Неки записывай. Сразу пошел. Сразу. Настраивать не надо. Блин, даже настраивать не надо. Блин, даже настраивать не надо. Блин, даже настраивать не надо. Субтитры создавал DimaTorzok